Шатры 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 Мы подходим к тому моменту, к той недельной главе, в которой, наверное, вся боль Маше, как лидера, как помазанника, как служителя Божьего, когда после всех испытаний, выхода из Египта, вот уже все, фарон позади, и вот она встреча с Господом. Шатры Особенное время, ценное время, когда ты встречаешься с Всевышним. Я даже представить не могу себе, что ощущал внутри Маше, там на горе, когда Всевышний ему рассказывал, как все надо сделать. Шатры 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 вещи, когда ты наполнился Божьим и потом спускаешься к своим проблемам обыденности, к духовному одиночеству, то легко швырнуть скрижали, внушив себе, что ты недостоин. Задача сатана, если уж так хотите, хотя далеко не все происходит от сатана или от Бога, часто наша плоть влияет очень сильно. Задача не всегда ввести нас в какой-то грех. Вы помните, грех это не плохой или хороший поступок, это попасть мимо цели, то есть нарушить волю Божию для нашей жизни. И даже не только эта цель, а то, что происходит потом. А потом происходит то, что мы, сталкиваясь, видя себя в зеркале, вот это свое физическое несовершенство, мы впадаем в депрессию. Мы понимаем, что мы не такие, какими хотели бы быть. Мы понимаем, что если посмотрим на Бога, мы сгорим тут же. Но помните, как Бог поступил с Моше? Он закрыл ему глаза, чтобы пройти рядом. И я не призываю к тому, что если грешите, грешите. Нет. Мы должны стремиться к святости. Но мы должны также понимать, что мы несовершенны. Что иногда нам нужно закрывать наши глаза. Что когда мы возвращаемся с этими скрижалями, написанными руками Божьими, возможно, нам не стоит сразу впадать в отчаяние, встретив реальность нашей жизни и разбивать эти скрижали. А наоборот, возвращаться как минимум в нашем сердце наверх, на гору и вновь оставаться наедине с Господом. И вновь пропитываться этим. И вновь сверяться. Вы знаете, не стыдно, когда едешь по неизвестной дороге смотреть на навигатора. Не стыдно сворачивать в разные неизвестные места, если тебя навигатор и карта туда ведут. Потому что есть там определенный план. И потом вы помните, что Маше говорит. Он говорит Господу, когда он возвращается, когда все это пережил, когда все эти раны, когда вся эта боль. И он возвращается снова к Господу и он упрашивает его. Если ты не пойдешь с нами, то даже не выводи нас. Доверие. Доверие Богу помогает нам взглянуть на Него, на это совершенство, на эту святость, а потом, взглянув в зеркало, не разочароваться и не впасть в депрессию. Доверие Богу – это то, что помогает нам, увидев себя настоящих, не в праздничной шабатной одежде, сказать, «А я верю, что мой Искупитель жив». Как говорил Иов, когда он чесался от этих болячек, когда он сидел, помирал, когда друзья ему говорили «Да прокляни уже Бога и сдохнешь!» А он говорит «Да я знаю, мой Искупитель жив». «Да, я знаю, я выгляжу плохо». Человек звучит гордо, только выглядит жалко. «И я знаю, кто я такой, я знаю, кто я. Не надо мне напоминать об этом. Но я знаю также, что мой Искупитель жив, что у Бога есть для меня план. И даже если все старое поколение вместе со мной умрет в пустыне, новое поколение увидит Божьи прекрасные цели для нас». Аминь. Давайте попросим Господа о том, чтобы Он даровал нам мир и помог нам преодолевать какие-то депрессии, какие-то вот такие трудные вещи в нашей жизни и не давал нам каждый раз разбивать скрижали, а хранить их в сердцах своих. Дорогой Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты вывел нас из Египта, из рабства греха. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам свободу в Тебе, но мы знаем, что мы зачастую пользуемся этой свободой неверно. Мы знаем, что зачастую мы далеко не так хороши, как нам бы хотелось, но мы верим и знаем, что даже для нас таких у Тебя есть план, у Тебя есть ответ, и Твоей милости всегда хватит для того, чтобы покрыть наши проступки. Мы просим Тебя, Господь, если кто-то сейчас стоит в этой трудной ситуации, если кто-то сейчас на грани этой депрессии, коснись и утешь, коснись и утешь, покрой милостью Твоей, покрой любовью Твоей, помоги нам хранить Твои заповеди, Твои скрижали в наших сердцах, помоги нам доверить Тебе свою жизнь, помоги нам отдать в Твои руки все, что есть у нас, и ни в коем случае не делать каких-либо своих богов, ведь Ты – единый Бог наш, Господь Бог Авраама, Исаака, Иакова, Господь Бог, выведший нас из рабства греха, Тебе да будет вся слава, вся честь и вся хвала во имя Ешо Машеха. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok